Последние дни выдались очень напряженными и все мое внимание было приковано, конечно же, ну, во-первых, к конфликту с Украиной, во-вторых, ну, честно говоря, я подвожу итоги предыдущего года и у меня, как вы знаете, множественные источники дохода. Моя фирма дала прибыль большую достаточно и, в общем-то, я задумался о том, как поменять машину и, в общем-то, делал именно это и там тоже волнения всякие и так далее. Но сейчас обо всем по порядку, ну, в частности, про конфликт с Украиной и как мне удалось на этом заработать и сколько. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Ну, сегодня день выдался особенно напряженный. Давайте я покажу, вот, просто я хронологию, как я, ну, общение шло в чате по опционам для тех, кто закончил курс по опционам, потому что, ну, там наиболее грамотные ребята сидят. Вот, ну, первое сообщение было вчера о том, что, в общем, похоже, что Донбасс наш, потому что, вот, почти один миллион жителей Донбасса подали заявление на гражданство России. И мы тут обсуждаем, и здесь вот Палыч пишет, что по информации из проверенного источника в обменниках курс доллара 80 рублей. Ждем открытия рынка. Ну, я ему пишу, что, в общем-то сказать, а что тут в обменниках ходить, когда можно посмотреть в Тинькофф. Вот, я зашел в Тинькофф, и у меня есть Тинькофф Black, естественно, и там мультивалютная карта, там можно, ну, как бы, это уникальная штука Тинькофф, там можно в любой валюте иметь счета. И, соответственно, у меня есть счета, ну, мне нужно доллар и евро, и, значит, соответственно, чешская крона, вот в таких валютах. Хотя я могу в норвежских кронах, в донконгских долларах там завести счет, в китайских юанях, там все что угодно. И совершенно спокойно я беру, захожу вот на этот долларовый свой счет, просто захожу и пишу пополнить. С чего? С рублевого счета, ну, так сказать, там сколько можно ввести валюту, либо в долларах, либо в рублях. Я ввожу в долларах 100 долларов, и Тинькофф мне выдает 8105 рублей. И, соответственно, внутренний курс банка Тинькофф на тот момент, в воскресенье, соответственно, получается в 21.35, вы видите, время, 81 рубль 5 копеек. Ну, почему так? Потому что на выходных банк, естественно, страхуется и, ну, как бы, делает курс такой вот грабительский. Вот что я и пишу. Ну, вот Павлович пишет, что, походу, Донбасс наш, я говорю, плюс куча геморроя в придачу. Вот, и еще один пишет, можно будет шартануть отлично. Да, согласен, можно будет шартануть. Шартануть, в частности, рубль, потому что понятно, что рубль, скорее всего, упадет. Я пишу, что российские индексы, думаю, обвалятся завтра, нефть и золото стрельнут вверх. Вроде в США завтра выходной. Да, действительно, значит, сегодня, это было вчера, сегодня 21 февраля, в США выходной день. И вот с чем я захожу, вот с такой стратегией опционной я захожу на это дело. У меня практически, видите, красная линия, она практически горизонтальная. То есть, у меня, если пойдет в эту сторону, будет небольшой, так сказать, рост. И если в эту сторону, тоже будет небольшой рост. И, соответственно, у меня вот такая конструкция. Я пишу, к открытию биржи я подхожу вот с такой конструкцией. И это было 6 часов 53 минуты. Биржа открывается в 7 часов утра. Значит, я пишу, что думаю, что будет очень сильное движение, логично совершенно, в момент открытия. И поставил стоп-заявку на продажу. На продажу. Почему я поставил стоп-заявку на продажу? Ну, потому что я думаю, что индексы все-таки упадут скорее, чем вырастут. Поэтому я поставил стоп-заявку на продажу. Давайте посмотрим на нее внимательнее. Смотрите, стоп-заявка на продажу. Это take profit и stop limit. И вот здесь стоп-лимит. Вот здесь вот снизу. То есть, если индекс опустится ниже, чем... Ниже, чем... Сколько тут? Ну, сколько-то. То, в общем, так сказать, я продаю. То есть, если он стрельнет сюда, то я продаю. Но при этом, значит, если он вдруг вырастет, А чем черт не шутит, то, значит, у меня стоит take profit и, значит, тут уже отступ от максимума и защитный спред. Вот. Свободно у меня 64 тысячи. Мы видим денег. Поэтому я вполне могу купить, ну, один индекс РТС абсолютно точно. То есть, для того, чтобы скорректировать, я могу плюс-минус один индекс купить. Что я делаю дальше? Кроме этого, я ставлю take profit и stop limit уже на покупку. То есть, смотрите, тот был take profit и stop limit на продажу, а сейчас на покупку ставлю. Смотрите, что я ставлю на покупку. Take profit, если цена меньше, чем 136,510, то есть, если цена ниже, ну, буквально текущей, что ли, ну, тут неважно уже, потому что явно она сорянет куда-то вниз хорошо. Вот. Take profit, значит, если цена меньше, либо равно, чем 136,510, отступ от минимума тоже самое 400, защитный спред 60. И stop limit ставлю, если выше, чем 140, то, соответственно, покупать. Вот. Ну, вряд ли она пойдет вверх, если, так сказать, положа руку на сердце. Вот такие две стоп-заявки я поставил, и это было в 6 часов 58 минут, непосредственно перед открытием. Что произошло сразу после открытия, в течение вот первой минуты буквально? Посмотрите, индекс РТС резко рванул вниз, очень сильно, очень сильно рванул вниз, сработал, вот он вот, видите, красненькая точечка, сработал стоп, то есть, я ее продал, она рванулась вниз, и, ну, тут же сработало условие на покупку, но там отступ от минимума 400, и поэтому она падает, и, соответственно, у меня покупка должна сработать только тогда, когда она отскочит на 400 пунктов. Ну, она очень резко, значит, скакнула вниз, потом на 400 пунктов, 400 пунктов легко преодолела, и поэтому здесь сначала продался, потом купился с небольшим убытком. То есть, у меня началось все с небольшого убытка. Вот. Ну, убыток, как вы видите, небольшой, потому что между этими двумя сделками очень небольшой промежуток. Что пошло дальше? Дальше пошел резко в рост. Ну, окей. Что я делаю дальше? Не кисло стартанули, пишу я, сработали обе заявки. Ну, здесь мы обсуждаем, что 2, 22 февраля будет самый ключевой день, это когда, скорее всего, войска будут вводить. Вот. И смотрим. Здесь я уже купил прямо вот лимитной заявкой, потому что, смотрю, прет вверх. Я здесь купил, и она дальше продолжила переть вверх. Здесь уже, ну, вы видите, прибыль там достаточно большая. Вот. Поставил стоп. Вот он, я стоп лимит поставил. Ну, то же самое, стоп лимит на продажу. И он у меня, вот он, активно рассчитывается. Стоп заявка. Инструмент условия. Значит, если цена больше, чем 140, ну, вот, текущая буквально. Отступ от максимума тоже 400. Защитный спред 60. Все, количество 1. Вот оно. Поставил заявку. Сработало уже. Только что. То есть, пока я публиковал, только что сработало. Соответственно, это 7,05. За 5 минут вот так вот скакнул индекс. Что у меня с деньгами? У меня вариационная маржа плюс 16 тысяч. Вот он вот на индексе РТС заработал за 5 минут 2339 рублей. Вот на этих стоп заявках. Ну, потому что такое сильное колебание. При таких сильных движениях, ну, для спекулянтов самое то. Вот. И я тут пишу, что почему индекс вырос. Потому что уже сегодня я пишу, потому что в воскресенье ночью, на самом деле, уже после полуночи, в час ночи, было сообщение о том, что Макрон проявлял какую-то дикую совершенно активность. Он сначала позвонил днем Путину, потом, значит, договорились, что он договорится с Байденом или там, ну, темная история, то ли Байден его просил. Короче говоря, Макрон, как челнок, значит, перезванивает Путину, говорит, давай я договорюсь с Байденом, что вы встретитесь. Значит, ну, там договорился, что 24 февраля встречается Лавров с Блинкиным, с министром иностранных дел Америки. Они готовят встречу с Путиным и, соответственно, эта встреча должна состояться. Поэтому, поэтому вот такой позитивчик на открытии, то есть, на открытии мы стартанули хорошо. И, значит, да, вот тут качели туда-сюда, очень мутно все. Я смотрю, что с валютами. Смотрите, а валюты как бы не особенно, то есть, рубль дернулся вверх и чуть-чуть вниз, ну, в общем, сказать, вот оно колебание, оно не такое большое. К юаню, вот он, юаню, видите, да, к юаню рубль, естественно, тоже, так сказать, грохнулся в сторону ослабления, то есть, чем выше, тем слабее рубль. И, соответственно, потом он укрепился даже к юаню. Ну, к евро аналогично, как и к доллару примерно. Вот, и к швейцарскому франку, ну, да буквально стабильно. Вот так вот. Вот такой рубль. И что у меня дальше тут? А, золото. Ситуация с золотом. А ситуация с золотом ничуть не изменилась. Смотрите, вот оно золото. Золото вообще никак на золото ничего не повлияло. Хотя, хотя, кажется, что золото должно дорожать. Оно дорожает последний, вот этот четырехчасовой график, последние недели, с 31 января, оно подорожало очень-очень сильно. Ну, так оно давно не дорожало. И я на этом заработал. У меня, видите, вот здесь вот, в данный момент, у меня было 10 колов, 10 опционов кол было куплено. Вот, примерно здесь. Здесь, когда золото стоило 1805, я прямо на центральном страйке буквально их покупал. Вот. И, соответственно, ну, чуть выше они были не в деньгах. Сейчас вы видите, что они в деньгах. То есть я покупал их по где-то 27, там 21 доллар за штуку, не доллар, пункт. А сейчас они, видите, 107 пунктов и 89 пунктов. И я большую часть из них продал. Сейчас у меня, видите, только 4 опциона кол купленных и 4 же опциона кол проданных. Вот здесь вот по 1000, со страйком 1880. То есть классический кол спред, классический. И он уже весь целиком в деньгах сейчас. Вот он. Вот это движение, вот это движение я словил и вот здесь вот сейчас находится. То есть, ну, очень хорошо, но теперь дождаться 16 марта, тогда оно вырастет. Но я думаю, что он еще вырастет, поэтому я пока не продаю этот кол спред, не фиксирую прибыль, потому что вот оно будет потихонечку приближаться сюда по мере тета распада. Вот такая опционная стратегия. Это очень хорошая, так сказать, как бы стратегия. Как вы видите, ну, по крайней мере, где-то в 5 раз они выросли на текущий момент уже. И потенциал роста еще сохраняется у этих опционов. И, значит, вот на текущий момент у меня уже, то есть я перестраивал, и вот такая у меня опционная стратегия получается. У меня 1,73 дельта, то есть у меня 1,73 фьючерса РТС как бы куплено вот здесь, то есть это касательное вот здесь, да. Вот. И если будет резко падение, то у меня, ну, будет убыток какой-то небольшой. Ну, в данный момент вариационная маржа 7884, денег 169, 170 тысяч. Ну, вот такая, как бы, ну, более-менее спокойная ситуация. И все направлено сейчас, в данный момент, на рост индекса РТС. Ну, тут мы немножечко ехидничаем. Вот. ФСБ опубликовало видео, на котором разрушенный погранпункт в Ростовской области. Ну, это вообще просто вот рея новости. Ну, это стыдобище такое опубликовать, потому что какой-то, ну, нашли разрушенный сарай. Нашли просто разрушенный сарай на дачном участке, разграбленный. И сказали, что это вот попал снаряд в погранзаставы. Ну, ребята, ну, дальше уже некуда. Ну, фейк на фейке. Понимаете, вот. Ну, здесь вообще просто, кто только, только ленивый не оттянулся на этом деле. Вот. Ну, по крайней мере, наблюдаю и корректирую. А что происходит? А происходит, дальше пошло падение. Дальше пошло падение. И у меня уже вариационная маржа. То есть, я тут очень непрерывно сидел. Это уже время там, сейчас скажу сколько. В 16.33 уже. Значит, все пошло вниз. Вариационная маржа у меня 28 тысяч. Деньги 153 тысячи. То есть, денег стало меньше. Вариационная маржа сейчас большая. То есть, ну, денег примерно столько же на самом деле. То есть, они как бы не уменьшились. То есть, здесь в деньгах уменьшилось. В дневной клиринг. Зато вариационная маржа увеличилась. Вот так вот. И у меня уже дельта минус 1.32. То есть, у меня как бы продано 1.32 фьючерса на РТС. И дальше я корректирую позиции. Видите, она уже очень сильно изменилась. Кардинально изменилась. Понимаете? Поэтому, ну, как вот, как бы копировать сделки? Да никак. Потому что я тут сидел и рисовал эти, так сказать, продавал опционы в зависимости от ситуации. Здесь дальше новости, опять же. Пишут, кончились страйки почему-то, потому что ограничения на бирже. Вот. И вот оно. Идет заседание Совета Безопасности. Здесь я продолжаю торговать. У меня, соответственно, смотрите, 153 тысячи, так же, как в предыдущем слайде. Но при этом уже 43 тысячи 256 вариационная маржа. То есть, добавилось 20 тысяч. Вот. Это состояние 18.03. Идет заседание Совета Безопасности. Вот. Я тут начал смотреть, нашел прямой эфир на РБК и смотрел. Ну, как вам сказать. Да все срежиссировано на самом деле. Вот. Написано, что это прямая трансляция. Ну, на самом деле, почему-то в прямой трансляции вырезалось выступление генерального прокурора. То есть, его вообще не показали. Показали, как он уходит. А дальше, как этих оловянных солдатиков, вытаскивал и говорил, ну вот, перед всеми поклянись, что ты за то, чтобы признать ДНР, ЛНР. И самый, так сказать, большой, ну, как бы, конфуз был с Нарышкиным, который мямлил что-то, что типа дать время туда-сюда. Да, потом, значит, так, говорит, так вы за то, что признавать или нет, Путин так прямо спрашивает его, типа, ну, ты клянешься в верности или нет. Ну, да, я за то, чтобы присоединить ДНР и ЛНР к России. Ну, тут Путин уже вообще, так сказать, чуть не в ржачку. Значит, типа, сейчас другой вопрос обсуждаем. Признание или не признание. К России еще мы не присоединяем никого. А, ну да, я за это. Вот, ну и, короче говоря, вот, здесь кульминация была на самом деле, и индекс начал расти. У меня все еще отрицательная дельта, но при этом, значит, 40 тысяч у меня вариационная маржа, то есть она чуть изменилась, потому что доходило там до 50 с лишним было, но не все же, как бы, все нам подвластно. Вот, здесь у меня, блин, совершенно какие-то сумасшедшие цифры стоимости опционов уже. Вот, у меня, посмотрите, вот опционы Пут у меня минус 26 которых, минус 265 297, это прибыль от этой сделки, да. По следующей сделке прибыль, а, вот по этой сделке, по первой сделке 26 купленных, плюс 195 497 рублей, 195 497 рублей. По второй, значит, позиции минус 265 тысяч, по третьей позиции плюс 115 тысяч. Ну, если вы сложите все, то получится как раз где-то, ну, какие-то денежки. И, значит, дальше это колы, это правое крыло, ну, соответственно, они там уже совершенно небольшие суммы, не сильно корректируются. И, вот, итог дня, значит, на время вечернего клиринга, плюс 20 869 рублей, за сегодня 12,28% вот на таком гигантском падении рынка. А падение доходило, я вам сейчас покажу. Посмотрите, вот, сейчас я включу 30-минутный интервал. Вот так вот. И, вот, посмотрите, что у нас было. Вот сегодня с утра. Вот здесь, вот, вот, ну, так вот открылось, да. Потом, значит, подпрыгнуло сюда, и максимальная амплитуда, которая была. Посмотрите, вот. Вот, ну, 20%, 20% сегодня, максимальная амплитуда. Но, на самом деле, если быть реалистом, то вот так, и вот так. Минус 12,5%, ну, тоже, в общем, сказать, очень-очень редко индекс РТС так себя ведет. Вот, конечно, я заработал немного, не максимум, далеко не максимум, потому что, потому что я корректировал, я боялся здесь, при таких сильных колебаниях, надо очень сильно быть, ну, постоянно во внимании, постоянно корректировать позиции. Но, тем не менее, конечно же, мне удалось, вот, ну, какие-то денежки заработать, небольшие. Вы помните, в предыдущем видео, где я был псих на бирже, значит, там, самое первое из них было, там, сколько там, 69 тысяч, что ли было, 67 тысяч. Сейчас вы видите, у меня 192 тысячи минус 14, ну, минус 15 тысяч, 193 тысячи минус 15 тысяч, если быть честными, то есть, вот они деньги, 193 тысячи минус вариационная маржа 15 тысяч. Вот, ну, считайте сами, ну, там было видно, там, 160 с лишним тысяч. Нормальная такая прибыль, которую можно получить, используя опционные стратегии. Сейчас все люди спрашивают, что делать с акциями, рынок падает, ну, акции продавать, а что с рублями, рубль тоже падает, покупать доллары, а доллары уже поздно покупать, вроде бы, да, что делать? Вот, ну, я вам советую, что делать. Во-первых, от рублей, наверное, стоит избавиться по максимуму. А-а-а-а, потому что все будет дорожать. Купить то, что вы хотели. Я, в частности, покупаю машину, жена говорит там, не торопишься ли, я говорю, блин, покупай. Пока не подняли цену. Цены на машины уже выросли и будут расти. Если вы планировали купить машину или поменять машину, меняйте. Я меняю шило на мыло, на самом деле, у меня минивэн, семиместный, и мы просто меняем на более новую модель. Вот и все. Ничего больше. Старую модель еще не продали. Я просто, ну, наверное, и торопиться не особо буду, потому что они дорожают. Вот, а прибыль у фирмы есть. На этой покупке, значит, мне ее продают с НДС, поэтому я там еще за счет НДС 160 тысяч экономлю. То есть, они возместятся мне. То есть, 160 тысяч. Ну, хорошая сделка, в принципе, мне нравится. Завтра я поеду забирать машину. Вот. Что по поводу купить еще какие активы? Ну, капусты вы не наберете впрок, потому что капуста дорожает там прежде всего. Вот. Что будет с рублем, что будет с ценами и так далее. Смотрите, цены на весь импорт точно совершенно взлетят. Если вы планировали поменять смартфон, меняйте смартфон. Но не берите впрок, потому что, что брать, это как бы похороненные деньги и все. И все, понимаете? Вот. Если вы хотите сохранить деньги, то мой вам совет, наверное, стоит обратить внимание на золото. Если покупать валюту, то, скорее всего, это будет швейцарский франк и японская иена. Надо ли покупать акции в долларах? Не надо. Они скоро упадут. В марте месяце уже совсем немного осталось. Надо ли покупать акции в рублях? Ну, я не знаю, когда будет у них низшая точка. Я думаю, что акции в рублях облески к минимальным значениям. И если что и покупать, то это покупать именно акции рублевые. Именно акции, ну, наверное, то есть больше всего упали акции Сбербанка, Роснефти сегодня я смотрел и чего там еще, ВТБ. У меня этих акций нет в портфеле. Вот. И, соответственно, ну, если вы хотите покупать, то, наверное, они вырастут все-таки. Ну, а сегодня вот тоже в одном чате, в другом чате уже, который для тех, кто закончил курс биржи для чайников, вопрошал один участник, говорит, ну, вот у меня портфель просел на 8%, у кого как, у кого на 10%. Я посмотрел, у меня убытки по портфелю на фондовом рынке. Я его не менял давно, но я выводил деньги, вводил деньги, но портфель не менял. У меня за полгода просадка 3,7%, 71% просадка всего лишь. Это очень хороший результат, это значит, что портфель подобран очень хорошо и сбалансировано. Что значит я вводил и выводил деньги? Смотрите, вот в таких ситуациях, когда есть резкое колебание на рынке, я просто беру и под залог этих активов вывожу деньги на срочный рынок. И на срочном рынке вот в период таких резких колебаний я зарабатываю деньги и потом их назад на фондовый рынок ввожу, тем самым погасив этот кредит. Поэтому там активы вот так вот скачут на фондовом рынке, но на самом деле финансовый результат не такой уж и плохой, тем более по сумме. То есть удается удержать. Смотрите, вывод какой. Мы можем держать акции, мы можем покупать акции, и это надо делать постоянно, потому что эти падения, они не навсегда. После падений наступает, как после ночи наступает день, после падений будет рост. Рост будет очень быстрым. И когда купить, когда влететь в этот вагон, ну не знаю. А для того, чтобы заработать на падении, есть как раз срочный рынок. И срочный рынок это как раз фьючерсы и опционы, о чем я и рассказываю на своем курсе по опционам. Поэтому, друзья мои, если вы хотите сохранить свои деньги и приумножить, то самый лучший вариант это, ну, по крайней мере, начать изучать эти все вещи. И, как вы понимаете, ну, те люди, которые вооружены этими знаниями, они как раз могут и заработать, и сохранить свои деньги. В отличие от всех остальных, у которых нет никаких шансов. Абсолютно. Вот, поэтому, как вы понимаете, вон там будет значочек и нажмете, и если вы смотрите на ютубе, курс по опционам и биржа для чайников, на сайте demetkov.ru, и вон там будет в описании ссылочка. Ну, а я с вами прощаюсь. Да и прямо сейчас вы здесь вот где-то увидите. Вот, ну, а я с вами прощаюсь. На сегодня все. Лайк, подписка и до встречи. С вами был Деметков Юрий.